Бейонсе Всем привет! Меня зовут Полина, и я вновь проведу вас по коридорам итогов недели. Бейонсе покоряет популярные музыкальные чарты со своим последним альбомом, а Элтон Джон официально подтвердил коллаборацию с Бритни Спирс. Ну что ж, не будьте медлить, погнали! Королева R&B покоряет новые вершины. Стало известно, что Бейонсе попала на первое место в чарте Billboard Hot 100 за последние 14 лет. В этом достижении певице помог ее трек Break My Soul с последнего альбома Renaissance. Ранее Бейонсе также занимала первое место, однако в коллаборации с другими исполнителями. Теперь она лидирует в чарте со своим сольным треком. Также ее альбом возглавил Billboard 200 и чарты других стран, что пока что является самым мощным результатом в 2022 году для сольной пластинки, выпущенной женщины. Против Янгтага выдвинули новые обвинения. В заключении 9 августа тагеры обвиняют в бандитизме, хранении наркотиков и оружия во время совершения уголовного преступления. Многие из обвинений появились после проверок в доме рэпера 9 мая. Заключение затрагивает только Тага и еще четырех участников его лейбла. Новые обвинения только подкрепляют версию прокуратуры о том, что Янгтаг в течение многих лет выполнял функции лидера преступной уличной банды. Один из самых неожиданных фитов. Элтон Джон официально подтвердил коллаборацию с Бритни Спирс. Представители обоих артистов раскрыли, что трек будет называться «Hold Me Clause». Дата релиза неизвестна, однако Элтон Джон опубликовал под тизерной обложкой песни ссылку на предварительное сохранение сингла. Это может означать, что уже в скором времени мы сможем послушать их коллаборацию. Песня Егора Летова и «Гражданской обороны. Все идет по плану» получила экранизацию. Клип на трек от 1988 года был создан нейросетью, которая генерировала кадры на основе ключевых слов композиции. Таким образом, искусственный интеллект «Мид Джорни» создал ролик с советским реализмом, демонстрациями, высотками и футуристическим будущим СССР. А на этом у нас все. Интересуйтесь музыкальными новостями и обязательно слушайте музыку. А итоги недели вернутся к вам уже в следующую пятницу. До скорой встречи!